Так, ребят, поступил заявка из Ковадской 17, порыв колодца. Перекрываем и делаем порог. В день аварийной бригаде Грязинского водоканала поступают десятки заявок. Как только случилась авария, они как спасатели всегда спешат на помощь. В одной из бригад вот уже 10 лет трудится слесарь 4-го разряда Игорь Андреев. Он может и прорыв своевременно починить, и из колодца воду откачать. Работа тяжелая и грязная, но Игорь Александрович не жалуется. Работа есть работа. Ну вот он доброе дело, что людям воду все даем. Очень ответственный человек. На него всегда можно положиться. Свою работу он знает на 100%. Знает водопроводные сети города. Сегодня Игорь Андреев сменил рабочую форму на парадный костюм. В профессиональный праздник его пригласили на торжественный прием в областную администрацию. Слесарю 4-го разряда с 20-летним стажем вручили благодарность главы администрации региона. О своих заслугах Игорь Александрович говорить не любит. Горжусь этим, чтобы меня наградили. Будем стараться работать. В сфере ЖКХ региона трудится более 13 тысяч человек. Они обслуживают около 200 тысяч жилых домов площадью в 30 миллионов квадратных метров. Порядка 8 тысяч сетей водоснабжения и водоотведения. Практически завершена работа по централизации этой системы. Сегодня водопроводом пользуется более 90% населения. Наша область одна из передовых по количеству коммунальных сервисов и услуг. Особое внимание – благоустройство. В этом году большие суммы выделены из областного и федерального бюджета на обустройство дворовых территорий. Причем, что именно починить или построить, жильцы будут решать сами. Нам удалось решить такую проблему, как проблему ОДН. И население это почувствовало. Снижение произошло от 2 до 20 раз. И эта работа будет продолжена в условиях, изменяющихся законодательство. Много объектов было построено в системе водоснабжения, водоотведения. В целом мы удовлетворены, как прошел предыдущий год. В этом году к завершению подходит и, пожалуй, одна из самых масштабных программ – переселение из ветхого и аварийного жилья. В 2016-м в новые квартиры переехали более тысячи семей. Планы на 2017-е еще более грандиозные. Переселить предстоит людей с 12 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Не забывают и про детей-сирот. В 2016-м свой дом обрели более 90 человек. Мне сегодня хотелось бы в первую очередь поблагодарить вас за ваш каждодневный, кропотливый и нелегкий труд на благо жителей нашей области. Во-вторых, поблагодарить вас и в целом вашу отрасль за стабильную и бесперебойную работу. За профессионализм и преданность своему делу, почетными грамотами и благодарностями главы администрации региона и областного совета депутатов наградили более 20 лучших работников ЖКХ. Пять человек получили благодарности Минстроя. Ольга Родина, Роман Авраменко и Анатолий Гончаров. Липецкое время.